Так, еще вопрос такой был тут про синдром самозванца. Синдром самозванца возникает, когда вы боитесь посмотреть на себя объективно и реально. Нужно просто сравнить, посмотреть тему, в которой вы хотите как-то что-то делать. Посмотрите, что делают там другие люди с сопоставимым с вами уровнем или уровня выше вас. Проанализируйте, посмотрите и ответьте для себя на вопрос, вы можете так же или лучше. Вот, и все. Если вы можете лучше и у вас это получается, вам это интересно, интересно, вперед, только прокачивать навыки и улучшать, и вам не нужен будет никакой синдром. То есть, синдром самозванца, это когда человек боится честно себя сравнить и оценить. Я могу что-то предложить в этой теме, я сопоставим с теми людьми, которые там что-то делают. Иногда очень полезно бороться с синдромом самозванца, если, например, вы в какой-то теме очень хорошо разбираетесь, там потратили много времени, вы кому-то уже помогаете, например, какими-то подсказками или какими-то рекомендациями по этой теме. Посмотрите, что в этой теме вообще есть, посмотрите там каналы на ютубе, я не знаю, если они есть, но зависит от того, чем вы интересуетесь. И просто посмотрите уровень средний, чего больше. Обычно во многих сферах больше шлака, чем чего-то здравого. Вот, и, соответственно, вы можете для себя решить, я могу сделать что-то лучше, чем они или нет. Некоторые успешные люди считают, что в России конкуренции нет. Артемий Лебедев, например. Во многих сферах вообще. Да, если у тебя, как он сказал, если у тебя есть два слова и три мысли, ты можешь в России открывать бизнес. По поводу синдрома самозванца, в большинстве случаев это лечится просто практикой, когда вы, чувствуя себя самозванцем, все равно идете, делаете, да, и в какой-то момент это просто проходит, потому что вы понимаете, я сделал вот это, я получил вот такой-то конкретный результат, да, то есть какую-то конкретную отдачу в виде отзывов других людей, там клиентов, финансовой какой-то отдачи, и все, синдром самозванца проходит, потому что вы понимаете, что вы делаете, вы развиваетесь. Очень часто еще, кстати, по-моему, этот синдром связан с тем, что, например, вы умеете что-то круто делать, но, например, не умеете это продвигать, да, Или умеете там что-то продвигать, но вам чего-то не хватает в том, что вы делаете, например, говорить об этом, преподносить это, да, то есть иногда не хватает вот какого-то ещё скилла, и вы это чувствуете, вы это понимаете, но возможно тоже как-то не до конца осознаёте, и оно вот в таком полувытесненном состоянии превращается вот в этот синдром самозванца, вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, да, но просто это как-то замылено. Если у вас есть какой-то навык, который может быть полезен, который может быть монетизируем, но у вас не хватает промоушен каких-то скиллс, вот нужно с кем-то партнёриться, чтобы вам человек помогал, и он опять же должен быть тоже заинтересован финансово в том числе, то есть вы вместе должны друг друга дополнять, потому что всегда есть какой-нибудь, например, творческий коллектив или какой-нибудь певец, и у него есть менеджер, продюсер, там кто угодно, кто его продвигает, помогает, решает финансовые вопросы, вот это вот всё. Ну это так очень обобщённо, но тем не менее, что-то такое. Очень редко когда бывает, когда у человека есть просто всё в одном, как этот, как швейцарский ножик, все функции у него включены. Синдром самозванца от идеализированных ожиданий от сферы деятельности и идеализированных ожиданий от самого себя, например. Ой, я сделал что-то неидеально, наверное, я недостаточно хорош. При этом есть огромное количество людей, в любой сфере вообще, в принципе, найти профессионала непросто. Ну то есть это везде, в любой сфере есть огромное количество людей, у которых абсолютно нету этого синдрома самозванца, а кстати, неплохо было бы, если бы он как-то проклюнулся. То есть абсолютно некомпетентные люди занимаются внутри какой-то профессии, косячат, выпускают некачественный продукт, хреново типируют, например, ничего не понимают, что они рассказывают, воруют чужие идеи. Говорят, что типируют по семантике, но не понимают, что значит, что такое семантика и прочие, прочие прелести. Это в любой сфере, это там медицину возьмите, там ещё что-нибудь, что-то на днях вот что-то у меня было такое клёвое. А, я звонил в службу поддержки интернет-провайдера, вот, тоже восхитительно, просто восхитительный опыт общения. Нет, кстати, она, похоже, тебя не обманула. Да? Про роутер, если ты, да. Потому что я потом уточняла у того дядечка, мне объяснила там, в чём фишка, так что она была права. Но разговор был столь приятен с ней. Ну, да, это же всё-таки сфера обслуживания, да, и это тоже вот этот навык общения. Я очень люблю угореть с консультантов в магазине, потому что вот по любой теме, например, особенно косметические магазины, я иногда прихожу, и консультанты, они прицепятся обязательно. И я иногда, ну, им надо тоже что-то работать, что-то делать, и я иногда даю им шанс, хотя знаю, что, каждый раз знаю, что это ошибка, вот, и они обязательно начинают советовать, ну, такую лютую хрень, просто такую лютую дичь, то есть человек вообще не понимает, что он продаёт, что происходит. Некоторые ещё начинают язвить, я один раз, ну, спросила, женщины в магазине, я искала утюжок для волос, и бывают утюжки с ионизацией, вот, я ей говорю, что вот у меня у вас есть что-то там с ионизацией? Она меня посмотрела просто как на больную, сказала, что вы, наверное, перепутали, там есть такие утюжки, которые паром, с помощью пара, это, наверное, вот пар, там, тра-та-та, и начала мне объяснять, я говорю, нет, пар это одно, а ионизация это другое, я говорю, вот так-то, так-то. И, в общем, она что-то, я не помню даже, она что-то ужасно неприятное говорила, типа, что я там сумасшедшая, я всё не так поняла, я ничего не знаю, не понимаю, на самом деле этого всего нет, а по факту просто у них не было таких утюжков, и она, видимо, даже не знала об их существовании, да, но если человек не понимает своего собеседника, он, как правило, считает, что его собеседник дурак, а не наоборот. И вот с консультантами это просто, это постоянно, это просто сюр. Поэтому, если вы в любой теме будете делать свою работу просто нормально, скорее всего, это уже будет, это будет круто, и это будет вызывать вау-эффект. Ну, или там какие-нибудь даже курьеры, там, не знаю, Яндекс.Еды, у которых в телефоне карта Яндекс, и они всё равно не могут найти дом. Потерялась я. Да, да, ну, то есть, ну, это восхитительно. Поэтому, какой синдром самозванца, ребята, если вы хоть что-то умеете делать, если вам хоть что-то интересно, просто делайте это нормально, и вы уже побеждаете в любой конкуренции, понимаете? У вас точно будет результат выше среднего, если вы будете делать просто нормально. Короче, как только где-то есть возможность ни хрена не делать, просиживать штаны, там обязательно образуются вот эти специальные люди, которые сидят и непосредственно занимаются просиживанием штанов, на них тормозятся процессы, случается неэффективность какая-то. Если среднее получается, то это уже да-да-да, да-да, да-да. Потому что велик шанс, когда вы абстрактно куда-то обращаетесь, велик шанс, что вам попадётся какая-нибудь некомпетентность и безразличие. Ну, это знаете, как вот, если вы приходите к врачу, и он вам ставит вегетососудистую дистонию. Вы просто можете уходить от этого врача и не слушать его рекомендации, потому что такого диагноза не существует. Ну, нет его. И вот это, понимаете, везде, вообще в любой теме. От HBO я буду смотреть приквел «Игры престолов», если, конечно, смогу. Потому что тут вот трейлер «Властелина колец» нового выкатили, и вот я даже не знаю. Это к вопросу о некомпетентности, кстати. Кстати, да-да-да. Некомпетентность добирается до самых верхних. Там, где долго происходит отрицательный отбор, рано или поздно наверху оказываются одни из самых некомпетентных людей. И если мы берем, например, современный Холливуд, там такое чувство, что у них из-за вот этой идеологизированной вот этой повесточки, у них, соответственно, наверху вообще как класс, по-моему, стали отсутствовать нормальные сценарии, нормальные связанные сюжеты, интересные какие-то идеи. Да, и, кстати, многие абсолютно бездарные личности, они хайпуют именно вот на этой теме повесточки, да. Про них говорят, про них знают, но при этом сделать они могут, блин, «Ведьмака» второго. И это просто страшное позорище такое ужасное и кошмарное. Потому что там сильного женского персонажа можно показать разными способами, и не обязательно для этого, чтобы она там ходила и всех убивала. Или там, чтобы она воткнула мужику нож в глаз, да, типа «Я сильная», «Я женщина». Есть, в общем, много других способов и много других путей. Но некомпетентные сценаристы и другие специалисты... Вот как раз к слову о новой «Матрице». Саму «Матрицу» вряд ли мы будем смотреть. Но у Дока, который был у нас в гостях, сегодня буквально вышло видео 20-минутное, которое раскрывает, собственно, я думаю, всю суть новой «Матрицы». И там произошло то, что и ожидалось. Абсолютно бессмысленная, идеологизированная хрень. Конечно же, с учётом того, куда отъехал Ларри Вачовский, который стал Ланой Вачовский, и с учётом того, что Тринити стала сильной и независимой, а Нео – это просто такая тряпичная кукла для мебели. Ну, в общем... Вообще-то, Нео играл этот Джон Уик. Джон Уик, да. Но его там всё-таки даже побрили. Да? Да, да. Он такой был слегка повисший, обрызгший немножко, но всё равно. Некомпетентность, она повсюду. И, в принципе, голливудское кино... Я не помню, когда в последний раз что-то интересное было голливудское. Особенности сравнить «Матрицу» последнюю и первую. Да, да, да. Там я не смотрела тоже, но я смотрела обзорщиков, которые мне интересны, и они сказали, что даже по графону это смотрится хуже, хотя «Матрица» была... её снимали в конце 90-х, а у нас тут вообще-то 22-й год. То есть, 99-й год обошёл 2022-й, 2021-й. Синдром самозванца, ребята. Не надо. Просто изучите тему, в которую вы хотите идти. Сравните, честно посмотрите на свои навыки. Спросите у людей, которые уже этим занимаются, или хоть что-то в этом понимают, чтобы они оценили то, что вы можете. И уже дальше можете двигаться. Вполне смело, в общем-то. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!